Друзья, добрый день! Благодарю всех, кто остался, потому что выступление самое последнее на сегодняшний день. И геополитике, к сожалению или к счастью, выступление не имеет значения. Я хотел бы сегодня с вами поговорить о гражданском обществе в России. Заявленная тема – это аллюзия на известное произведение классика, гражданского общества в России, путешествия из Москвы в регионы и обратно. Заявляя тему, я подумал, что существует серьезный зазор и серьезные различия видения гражданского общества в Москве, в Петербурге, в Кирове, в Петрозаводске, во Владивостоке и практически во всех субъектах Российской Федерации. Гражданское общество – чрезвычайно сложное понятие, которое ускользает от квантификации исследователей. Его исследуют классические политологи, философы, социальные философы, исследуют социологи, исследуют психологи. Но я вряд ли ошибусь, если скажу, что на сегодняшний день в России и в Европе ведущих университетах Соединенных Штатов ни один профессор вам не даст четкого определения гражданского общества. Вы можете открыть учебник, открыть Google Search, посмотреть, что это такое. Это будут определения лаконичные, более развернутые. Но если вы задумаетесь, если вы копнете проблему дефиниции гражданского общества хотя бы на один слой вглубь, вы поймете, что мы не знаем, что это такое. На первый взгляд, все просто. И вот эта площадка, вот эти ребята, все мы вместе. Баркэмп, который изначально задуман и развивается как диалог власти, муниципальной власти с обществом, с нами, с экспертами. Это и есть маленький, но важный элемент гражданского общества. Дальше начинается самое интересное. Вы знаете, некоторое время назад, не очень давно, дней 10, я был на дискуссии в Государственной Думе, открытая платформа. Если кто-то знает или не знает, я объясню. Это проект, который инициирован спикером Госдумы Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным для диалога с гражданским обществом. Круглый стол приглашаются эксперты, по идее, представляющие российское гражданское общество. Адвокаты, уполномоченные по правам человека, новые, несколько журналистов. И вот эти 7-10 экспертов, ну там 7, 10, 11 сели и в течение какого-то времени обсуждали на последней открытой платформе, открытой трибуне, извините, что же такое гражданское общество. При желании вы можете легко найти информацию на сайте «Единая Россия», в том числе, посмотреть ролики на YouTube. И меня очень заинтересовали две оценки, которые разлучали. Ну, я сейчас не буду персонифицировать, кто сказал, что... Нет, просто кто. А вот что я вам сейчас воспроизведу. Один из них, известный адвокат, произнес следующее. Уважаемые коллеги, я цитирую, да, обратите внимание, на сегодняшний день в Министерстве юстиции зарегистрировано 340 тысяч гражданских организаций. Это ли не гражданское общество в России? Что нам еще нужно? Да, то есть, ну, понятно, что Россия огромная страна, 340 может быть не слишком много, но тем не менее. И уважаемые депутаты, члены, участники дискуссии с удовольствием говорили друг другу, что у нас в России по данным, опять же, социологических опросов, референдумов проводится чуть ли не несколько сотен в неделю. Была названа цифра, что имелось в виду. Имелись в виду частные локальные референдумы по вопросам, мелким вопросам муниципальной жизни. Проложить дороги, объединить деревни, покрасить скамеечки в сквере в синий, желтый, там, красный цвет, все что угодно. Предлагались какие-то интересные проекты, но проводятся референдумы, достигается либо консенсус, либо нет, затем все упирается в финансирование, в финансирование прерогатива власти. То есть, ну, как правило, если вы прекрасно знаете, что под какие-то частные проекты, особенно связанные с гражданскими некоммерческими инициативами, чрезвычайно трудно найти инвесторов из области частного бизнеса. То есть, часто приходится обращаться к муниципальным властям, к государству, и здесь возникает очень серьезный финансовый барьер. Что делаем? Следующая реплика. Один из участников сказал, дорогие коллеги, какое в России может быть гражданское общество, если по, опять же, все ссылались на данные соцопросов, если по последним данным соцопросов, 75% жителей крупных городов не высыпаются. Все так среагировали, ну и что, не высыпаются. А почему не высыпаются? Потому что работают на двух-трех работах. Потому что времени на любое активное участие фактически не остается. И люди, конечно же, уходят в абсолютно частное, персональное пространство собственных семейных интересов. Главная цель – заработать денег, обеспечить более-менее достойное существование семьи. Естественно, в таких условиях, в условиях экономического кризиса ни о каком гражданском участии речить не может. Я обращаю внимание, 70% жителей крупных городов. По всей России статистики не было, но я думаю, что в провинции эта цифра может быть еще больше. И, соответственно, встает вопрос, не является ли здесь экономика и экономическая ситуация в России, в частности, ее ухудшение, неким серьезным фактором, который блокирует любые серьезные гражданские инициативы со стороны населения. У людей просто нет времени на элементарные протесты. Если вы вспомните Болотную площадь, вы это хорошо знаете, то есть основной процент людей, вышедших на площадь, это люди, не имеющие серьезных материальных проблем. Это люди, ну, их условно называли iPad-люди, то есть люди, которые обвешаны современными гаджетами, люди, которые привыкли по несколько раз в год поезжают в Европейский Союз. К сожалению, да, у таких людей вот в 2011 году появилось время и появились шансы на острую протестную активность. После этого все и парадокс, потому что, казалось бы, с одной стороны экономика, которая ухудшается, и доходы граждан, которые падают, они должны стимулировать протестную активность, такую серьезную. На самом деле нет. В России все по-другому, и люди в условиях экономического упадка, наоборот, загоняют сами себя в свои частные персональные пространства, ну, загоняет их экономическая реальность. То есть вряд ли они сами себя добровольно, да. И дискуссия была чрезвычайно интересная. На что еще обратил внимание, не было представителей регионов, и развучало мнение о том, что сегодня, опять же, молодые люди, социологи, студенты, аспиранты, которые исследуют проблему гражданского общества для набора эмпирических данных, предпочитают ездить в страны восточного партнерства, в наши бывшие советские прибалтийские республики. То есть якобы гражданское общество там есть, оно сильнее. Оно есть, да. Сильнее я не знаю, потому что мне кажется, что наши регионы могли бы послужить хорошим эмпирическим примером для оценки и для исследовательского развития, да, концепции гражданского общества, по крайней мере, в том его разрезе, в котором оно видится регионом. И важная мысль, которая у меня возникла и подтверждается некоторыми социологическими исследованиями, все же гражданское общество сегодня совершенно понимается по-разному. И вот эти разрывы в его оценке, в его перспективах, кстати, да, вот, обращая ваше внимание, возвращая ваше внимание к предыдущему докладу Игоря Ивановича, я не услышал, хотя наверняка есть содержание гражданского общества в образах будущего. Наверное, мы с вами не сильно ошибемся, если скажем, что без гражданского общества сильного Россия, скорее всего, завязнет в одном из самых негативных сценариев. Я не уверен, что это будет, конечно же, самый мрачный, полный распад, да, там назывался один из сценариев, но это явно не те сценарии, которые хотели бы видеть сегодняшние российские элиты и население России. В этом смысле гражданское общество чрезвычайно важно в образе будущего. Почему? Потому что гражданское общество сегодня, мне кажется, стало предметом, к которому все апеллируют. Смотрите, за исключением религии, которая находится в сфере метафизики, да, и недосягаемо, люди, вряд ли кто-то сегодня апеллирует к, серьезно, да, к конституции национальной, причем не только российской, вряд ли апеллируют к уставу Организации Объединенных Наций, например, да, вряд ли апеллируют к документам, которые приняты городскими законодательными советами. Во всем чувствуется ирония, да, и сегодня, к сожалению, во всем мире, да, есть такая тенденция, что люди становятся более циничны по отношению к политике, к большой политике, особенно, а гражданское общество до сих пор остается светлым образом, которому все мы апеллируем, да, то есть наличие гражданского общества автоматически означает, что все будет хорошо. И мне кажется, что гражданское общество это шанс не только на лучшую жизнь, экономически лучшую жизнь, но и шанс на светлое и более-менее оптимистическое представление о будущем. Что касается результатов, да, то есть я посмотрел социологические опросы, последние по гражданскому обществу, конечно же, когда, ну, вы знаете, социологи очень профессиональные люди, хитро ставят вопросы, у них есть вопросы открытые, с неограниченными вариантами ответа, есть закрытые, и очень мало людей в случае, если ставился открытый вопрос, ну, например, что такое гражданское общество, как вы его себе представляете, насколько вы видите вот соотношение гражданского общества с вашей личной жизнью, там, с перспективами ваших детей, и с перспективами вашей семьи ответы были очень-очень неневразумительные, вот. Понятно, что назывались прямые варианты корреляции, ну, вот, гражданское общество есть, все хорошо, гражданского общества нет, все плохо, да, но, тем не менее, само определение гражданского общества, мне кажется, до сих пор остается для нас серьезной проблемой, и не только для обычных людей, я еще раз подчеркну, что ученые сегодня затрудняются, потому что пересекаются сферы, между собой спорят социологи, политологи, это уже я все вначале проговорил, и определение гражданского общества, к сожалению, не найдено. Следующий вопрос, что делать? Что делать? И есть много версий, часть людей воспринимает необходимое развитие гражданского общества как острую протестную активность, то есть основной месседж, все плохо, можно что-то менять исключительно через активные гражданские акции, через гражданское общество. На мой взгляд, подход активный, инициативный, но ошибочный. Я объясню свою точку зрения, не аргументирую. Дело в том, что в сильном, здоровом государстве гражданское общество – это лучший друг власти. Посмотрите, ведь именно гражданское общество страхует и служит буферным механизмом между крайними версиями национализма, шовинизма, агрессивной идеологии, с одной стороны, а с другой стороны, гражданское общество должно защищать общественную сферу от тотального влияния государства, то есть того, что в политических теориях называется патернализм, от российского патер, от латинского патер, родина. И в этом плане гражданское общество всегда оказывается в середине, всегда важно, и умное, и сильное государство всегда заботится о том, чтобы в его недрах, в его политическом, в том числе, пространстве созревало, закреплялось и действовало в будущем сильное гражданское общество. Вопрос, опять же, применительно к нашей стране, то есть, насколько это все осуществимо, насколько в сценариях ближайшего будущего сильное гражданское общество реальна. И, ну, есть, все признаки диалога есть, потому что власть, опять же, здесь задавались вопросы про действующего президента, и в любом случае, длительный срок пребывания у власти имеет один, как минимум, позитивный аспект, это опыт. И опыт в политике, значит, чрезвычайно много, стоит, чрезвычайно дорого, и сегодня власть очень хорошо понимает необходимость диалога с гражданским обществом в разных его формах, за исключением самых радикальных, острых протестных движений. И вот эти мероприятия, с описания которого я начал, открытые трибуны, я не знаю, это соведетельство свидетельство диалога того, что процесс идет, но я бы сказал, что этот диалог, судя по его контенту, судя по высказываниям спикеров, находится, ну, так скажем, в своей стартовой стадии, потому что две стороны, с одной стороны, государство, с другой гражданское общество, только-только, на самом деле, начинают присматриваться друг к другу, извините, и взаимно оценивают выгоды от совместного сосуществования, потому что диалог абсолютно необходим, и от того, как скоро он начнется, наполнится реальным, смысловым содержанием, зависит будущее нашей страны. Я опять же апеллирую к предыдущему докладчику. Давайте с вами подумаем и подискутируем, я понимаю, что выступление самое последнее, но, может быть, у кого-то есть, не думая, не подглядывая в учебники, в Google Search, свое, самое четкое, простое определение гражданского общества. Давайте. Я смею. Давайте, да. Мне кажется, что гражданское общество, ну, применительно, допустим, к нам, ко всем, вот мы здесь, это, условно говоря, инициативная группа, люди, которым больше всех надо. Чем-то объединены. Да, объединены тем, что все хотят сделать лучшую жизнь в своем поселке, в своем городе, может, в своем микрорайоне. Вот мне кажется, что именно вот эти люди, активисты, они и являются то, что все остальное общество... Это функциональная часть. Совершенно верно, да. Это мы, люди, люди, которые об этом рассказывают, люди, которые собирают подписи. Это да, но это функциональная часть. А вот вы считаете, что этим ограничивается гражданское общество? Или есть еще какие-то варианты? Есть люди, которые не только своим холодильником заняты, а которые думают еще об обществе. Абсолютно. Про холодильник, да, очень хорошо соотносится с падением реальных доходов, с уходом в частное пространство, но, вы знаете, очень сложно, потому что у людей, которые заняты холодильником, всегда существует собственная аргументация. Ну, примерно, да, они вам могут ответить, что моя цель вырастить своих детей, дать им хорошее образование, взять какие-то кредиты на недвижимость, на хороший ВУЗ и таким образом вырастить достойного и ответственного гражданина страны. Работает ли это формула? Я не знаю. Но в любом случае гражданское общество заканчивается там, где открывается дверь личного холодильника. Здесь я с вами согласен. Есть еще определения, мысли? Давайте. Гражданское общество как какая-то концепция, включающая свободность институтов гражданского общества. Например, активное правосознание, какие-то принципы демократии и так далее, которые пронизывают каждого и затрагивают каждого гражданина и его мнения. Активное правосознание, принципы демократии. Вы знаете, активное сознание всегда вырастает. Оно не появляется ниоткуда. Человек не рождается, к сожалению, для нас с активным сознанием, хотя некоторые философы считали, но это было очень давно, много тысяч лет назад. Активное сознание формируется гражданским обществом, оно вторично, к сожалению. Понимаете, все мы отсюда уедем и мне кажется, что вернемся снова и у каждого сознания будет активнее, чуть-чуть. Вот на какую-то часть, на какую-то толику активнее. Взаимно, то есть процесс, который закольцовывается, то есть одно определяет другое. Активное сознание классная вещь, но для активного сознания необходима среда, гражданская среда, диалоги с товарищами, с сокурсниками, диалоги в семье, то есть без этого никак. Вы мне скажите, пожалуйста, может быть, вы знаете лучше меня, диалоги с гражданским обществом, формы диалогов. Есть ли на вятке какие-то формы, похожие на открытую трибуну в Государственной Думе? Никто не знает. То есть не собирают представителей гражданского общества и не просят высказаться. Есть периодически проводящиеся общественные слушания по тем или иным вопросам, но они носят такой формальный характер. Специально никто не собирает. Специально никто не собирает. У нас есть палатка. Гражданские форумы не подсказывают, да? Дебатируются какие-то частные вопросы? Конкретные абсолютно? Дом, улица, водопровод или еще что-то? По-разному, да? А вы можете назвать идеологии эффективными? Или есть куда расти в этом плане, да? Есть какие-то факторы, стоп-факторы, которые систематически блокируют диалог между властью и гражданским обществом. Риторический вопрос, да? Что касается Гятки, вы знаете, это лучше меня. Что касается столиц, наверное, сохранение вот этого барьера, опять же, ключевая причина, да, потому что многие во власти, в высших эшелонах политических элит, по инерции, идущие от советского времени, от диссидентских движений, 60-х, 70-х, даже раньше воспринимают это гражданское общество как угрозу власти, что абсолютно неверно, потому что я уже заметил, что нет ни для государства в нормальном здоровом обществе, для власти, да, нет более верного и более надежного партнера при сохранении стабильности, в том числе стабильности политической системы, чем гражданское общество. Я бы сказал, что мудрое государство должно относиться к гражданскому обществу как к новорожденному ребенку, которого надо выпестывать, кормить самым лучшим питанием, но воспитывать с одной стороны, чтобы его активность не становилась протестной, не переходила в какие-то совсем формы, которые угрожают распаду или деструкции политической системы. Я приведу еще один пример, который мне сейчас пришел в голову. 2013 год, 2012 даже, да, то есть вы все знаете, что в то время шел острейший, вот я все же вернулся к геополитике, извините, не могу, но гражданское общество здесь. Шел острейший конфликт по поводу Украины, которая оказалась в зоне притяжения двух крупнейших интеграционных пространств. С одной стороны, это Евросоюз, программа «Восточное партнерство», с другой стороны, Евразийский союз, да. На тот момент еще таможенный союз, единое экономическое пространство и за Украину сцепились. Понятно, что российские элиты не хотели упускать Украину из орбиты евразийского влияния. Евросоюз со своей стороны давил очень сильно и заставлял подписывать выход на соглашение об углубленной торговле. Я напомню, что отказ президента, экс-президента Украины Януковича подписать соглашение и стал катализатором для протестной активности в самом конце 2013 года, но не об этом речь. В 2012-2013 годах в Москве, по крайней мере, было не менее десятка форумов на уровне политических элит. Российские депутаты, украинские депутаты приезжали и проводились конференции под условным названием «Украина и Россия», варианты сотрудничества, партнерства, все что угодно. Мне просто пришлось в то время по долгу службы, по профессиональным компетенциям за всем этим наблюдать, активно участвовать. И вы знаете, сколько всего говорилось. И необходимость консенсуса, и братские народы, и цитировался Шевченко, и все что угодно. А люди собирались, собирались на лучших московских площадках, через какое-то время уезжали, все. Диалога в области гражданского общества не было совсем. Я не знаю ни в период 2012-2013 года ни одного совместного, хотя бы, российско-украинского баркэмпа. Вот, может быть, вы знаете, ну, скажем, там, Пелгородская область, которая ограничена, все что угодно. Если бы власти были чуть-чуть дальновиднее и запустили вот эти молодежные диалоги, неважно, да, то есть это может быть не обязательно молодежь, но в форме гражданских диалогов, то шансы на нахождение, во-первых, геополитического, консенсус, и самое главное, на предотвращение гражданских конфликтов на Украине были бы существенно повышены. К сожалению, этого не было сделано, все ограничилось уровнями высших политических элит, и в результате мы пришли к ситуации, в которой мы сейчас находимся. Вот это важно, потому что гражданское общество, это не только собрались, посидели, поговорили, разъехались, это реальный механизм, который может противостоять гражданским войнам, геополитическим конфликтам, все что угодно, но просто надо, чтобы власти это понимали и работали в этом направлении. На этом я потихоньку завершаю, и у нас еще есть, я вам специально оставил время на вопросы, я думаю, давайте обсудим все, что касается гражданского общества, я постараюсь ответить, будьте активнее, пожалуйста, давайте. А если власти не понимают, кто объясняет власти? Ну вот мы, вот мы кто здесь собрались, то есть задача в чем? Продумать механизмы коммуникации с властью. Я понимаю, что вот здесь много обсуждались петиции, которые иногда гражданское общество посылает в законодательное собрание на любые уровни, городской власти, федеральной. Приходят ответы, часто формальные, но в любом случае приходят. Если это не действует, надо искать другие каналы коммуникации. Это может быть все что угодно, социальные сети, активные платформы, и я уверяю вас, я уже это акцентировал в докладе, что сегодняшняя власть, она умная. Вот если сегодняшняя российская власть, там по-разному можно оценивать, но это совершенно точно власть со словом смарт, потому что она видит, она прислушивается, другое дело реагирует ли. Но просто больше активности и поиск механизмов, которые позволяли бы улучшить коммуникацию с властью. Спасибо. Давайте. Скажите, пожалуйста, есть ли примеры идеального, открытого гражданского общества? Можете ли привести примеры каких-то областей, где это работает, да? И желательно не только у нас в России, но и за рубежом, чтобы сравнить? Какие идеальные примеры? Ну, я понимаю, что напрашивающиеся аналогии по Евросоюзу, там, Северной Европе, очень много проблем. Я отвечу так. Идеальное гражданское общество это древняя Греция Сократ. Знаете почему? Это VI век до V век до нашей эры. Дело вот в чем. В то время власть сумела обеспечить свое население столь высоким доходом, я имею в виду граждан Афин, что люди могли, не работая, заниматься идеями развития гражданского общества. Потому что... Что делал Сократ? Сократ не был рабовладельцем, он пользовался доходом гарантированным, который ему выделяли афинские власти и ходил по площадям и проповедовал. Диалоги, да, вы знаете, что он не брал плату с учеников, но это было давно. И идеальные примеры гражданского общества сегодня, я бы сказал, даже в новейшей истории я вам затрудняюсь привести, потому что любой пример, который, я скажу, имеет изъян. Потому что... Хорошее общество? Да. Германия очень активна, население... Нет, мы можем назвать любую европейскую страну, скандинавскую, европейскую, но европейцам легче. Почему? Потому что в свое время Римская империя очень хорошо закрепила за гражданами чувство ответственности в городах. И с тех пор вся Европа стала рассчитывать на собственное самоуправление, на собственные коммуны. То есть европейское средневековье, множество городов, то есть люди привыкли жить и надеяться прежде всего на себя, во-вторых, на город, не на государство. В России, к сожалению, по части гражданского общества тотальная государственность все это облокировала, но шансы есть все равно. Поэтому хорошее любое, но как бы любое европейское государство, за исключением периферийного юга, которое сегодня попало в долговые ямы, но любое. И есть проблемы и в Германии, там как бы концепция мультикультурализма сегодня подвергается осмыслению. И знаете, что я еще замечу, в Германии сегодня один из самых острых и дебатируемых вопросов в сфере гражданского общества, являются ли представителями гражданского общества люди не немецкой национальности, которые живут в Германии, давно причем. Это вот не беженцы, которые прибыли с последней волной сирийского кризиса, турки, марокканцы, вот являются или нет. Это самые разные мнения, идут активные споры, но проблемы есть и в Германии. Давайте. По поводу этой системы. Строим две системы. Советскую систему, да, гражданскую общество. Современно-российскую, вот, как можно сказать, советская система была очень тоталитарная система, да, мы сказали, авторитаризм был тотальный. Но при этом гражданское общество во много раз было более развито, если посмотреть, даже подкрепляемые власти там, мы против войны, да, собирают деньги против, войны, да, осуждались многие инициативы в России, то есть была более такая, если так посмотреть, сейчас более трезво, она не подавлялась, как сейчас, как и в Грузинском. Вы хотите сравнить, да, гражданское общество в советское время и сегодня? Так, давайте разведем, значит, в Советском Союзе демонстрации за мир, за увеличение рождаемости, за права женщин, это не гражданское общество, это инициативы, спущенные сверху, конечно же, и люди ходили на демонстрации во многом, да, не по собственной воле, это, кстати, хорошая иллюстрация вторжения государства, тотальное, в любые сферы общественной жизни, но, но, одновременно Советский Союз это сильное и сплоченное диссидентское движение, все люди, которых упомянуты вами, академик Сахаров, конечно же, символическая фигура, мощнейшая фигура, которая до сих пор символизирует в мире и в Европе, в том числе, гражданское общество, да, в этом плане в Советском Союзе было гражданское общество, оно подавлялось, почему? Потому что власть в тоталитарном государстве плохо понимает возможности диалога с гражданским обществом и плохо понимала выгоды диалога, ну, я бы сказал, что при советской политической системе диалог, наверное, был полноценный, априори исключен. Сегодня гражданское общество в России основная проблема в том, что если взять шкалу, ну, скажем, десятибальную, то очень сложно оценить, выставить однозначную оценку, потому что в Кировской области оно одно, в Москве оно совершенно другое. Вот эти все разрывы между понятиями гражданского общества, они не позволяют нам четко зафиксировать состояние гражданского общества, которое есть сегодня в России. где-то сильнее, где-то слабее, где-то люди в принципе не имеют понять о гражданском обществе, хотя я надеюсь, что в России нету таких регионов, но сравнивать сегодняшнюю систему советскую бессмысленно, хотя бы, потому что это две разные системы, и страны больше нету, она стала исторической архаикой. Наша задача сегодня, я бы сказал, вспомнить, потому что сегодняшний опыт правозащитных движений, сегодняшний опыт гражданских активистов, он во многом преемственен и во многом апеллирует к тем фамилиям людей 60-х, 70-х, это Сахаров, это Акуджавы, это вот люди, это Высоцкий, это театр на Таганке, вот это все, что мы ассоциируем с хорошим, активным гражданским обществом, которое было внутри монолитного советского общества в то время, вот, наверное, так. Польская движение солидарности. Можно. Можно. Давайте, да. Можно я спрашиваю? Вы первые. Я могу подождать. А кто еще хотел? Да. Давайте. Я тогда представлюсь. Я не только звукорежиссер, я активист движения на суть времени. Так вот, между прочим. У меня такой вопрос, вопрос сложный. Гражданское общество, это люди, которые проявляют гражданскую инициативу, пытаются оказать влияние на властные структуры. Параллельно с этим, ну, выходят со своими инициативами, которые не обязательно политические, они могут связаны с тем, что давайте построим или отремонтируем детский городок. Одновременно с этим достаточно большое число и корпораций, имеется в виду негосударственных учреждений, всевозможные фонды, само государство и какие-то структуры объявляют гранты. Гранты на те или иные виды деятельности. У меня вопрос связан вот с чем. То есть, когда формируют, кто формирует гранты, тот фактически ставит техническое задание и контролирует его выполнение. У меня вопрос в том, не является ли гражданское общество, о котором идет речь, вещью управляемой, формируемой теми, кто платит деньги. Благодарю. В заключении дискуссии действительно сложнейший вопрос. Параметры, на которые ответить непросто, признаюсь. То есть, параметры, может ли гражданское общество под вот этими прекрасными, чистыми лозунгами быть управляемым процессом, навязанным, да, организациями, которые предоставляют гранты на развитие, ну, в том числе и гражданского общества, и любых проектов, от ремонта, там, водопровода, до каких-то серьезных, серьезных систем, да, в том числе и политических. начал бы я вот с чего. Значит, в силу известных геополитических событий 13-го, 14-го года и кризисов российско-украинских, затем в российско-европейских отношениях, в России по естественным причинам резко сократилось число грантов, которые выдают западные фонды. Вы прекрасно знаете основные германские фонды, там, фонд Фридриха Наумана, фонд Эберта, фонды Роберта Боша, американские фонды. Закрылись проекты, закрылись финансирование, но одновременно, насколько я помню, за прошлый год количество студентов, то есть Еврокомиссия продолжала финансировать проекты некоторые, в частности проекты студенческого обмена, Гранда Мудис и фонд, по-моему, имени Жанна Моне. И количество студентов со стороны России возросло, по-моему, процентов на 20, то есть здесь активность не останавливается. Другой проект, который мне приходит на ум, это Калининградская область, где европейские структуры профинансировали очень важные в экологическом плане для города и для всей Балтики проект очистки источных вод. В этом плане это был грант, это была организация серьезная со стороны российской, которая этим занималась. Можно ли вот эти экологические проекты считать заданными и социально смодерированными? Не уверен, не знаю. мне кажется, что здесь в данном случае грантодатель аккумулирует интересы в данном случае ведущих государств, которые выходят на акваторию Балтики и вот это совместное усилие позволило сделать Балтику несколько чище, потому что для Калининграда все это актуально. Но это экология. Окей, все проекты, которые имеют социальную направленность, то есть проекты развития социальной сферы, проекты помощи людям с ограниченными возможностями. Просто большинство проектов грантодателей европейских, по крайней мере, лежит именно в этой сфере. И если мне не изменяет память, боюсь, наверное, вы меня поправите, но в середине двухтысячных в Кировской области были несколько грантов Евросоюза, связанные с увеличением мобильности людей-инвалидов. Вот что-то это было, да? Ну вот это заданное, модерированное, не знаю, ваше мнение какое. Не то, чтобы Евросоюза касалось речек, вопрос принципиальный, то есть управляемый гражданского общества таким образом при раздаче грантов и формировании технических заданий. В любом, я понял, в любом случае, там, где появляются финансы, это всегда управляемый процесс, то есть это как бы аксиома, от которой мы с вами не уйдем, потому что спускаясь на бытовой уровень, тот, кто платит, заказывает музыку. другой вопрос, насколько эта музыка хороша и насколько эта музыка полезна для людей, которые ее слушают. Будет ли это классика, которая оказывает благотворное влияние, или, не знаю, там, какой-нибудь жесточайший хард-рок, который вызовет эпилепсию ребенка. Ну, такая вот музыкальная метафора, извините, если неудачна, но тем не менее. Ну, вот так. Давайте. Кто еще? Давайте я спрошу. Куда? Ой, ты с меня? Меня зовут Анна. Вопрос следующий. На ваш взгляд, ну, ужесточение, усложнение проведения в России всевозможных уличных акций, там, ну, не знаю, там, начиная от пикетов, заканчивая митингами, пошло на пользу или во вред гражданскому обществу? И, если второе, то почему умная власть, как вы ее назвали, да, принимала такие решения? Вы знаете, однозначно оценить эффект на пользу или нет гражданскому обществу сложно, потому что есть две несочетающиеся точки зрения. Одна – это общественный правопорядок, и, опять же, большинство граждан все же заинтересованы жить в обществе, где нету насилия, нету уличных столкновений, да, потому что любая демонстрация в какой-то момент может политизироваться, выйти на какие-то радикальные формы протеста, неизвестно. С другой стороны, конечно же, ограничение пикетов, ограничение возможностей для выражения собственного мнения в массах, на улице, на мой взгляд, это не совсем верно, но здесь вопрос к культуре, в общем, протесты должны быть и не обязательно протесты, то есть шествия могут быть просто поддерживающие, декларирующие, да, это культура граждан, и мне кажется, что здесь и государству, и нам надо поучиться протестной культуре. Спасибо. Спасибо. А вот еще вопрос о культуре. О культуре? Ну да, Как сформировать именно у граждан, не только вот у, скажем так, активных представителей, да, всего, общества, всего народу, допустим, 10% людей, которые хотят что-то сделать. 10% вы сказали? Ну, условные. Ну, условная цифра, да. Каждый, мне кажется, один человек из 10 готов выйти на улицу и, допустим, подместить там дорожку, цветы ископать. Вот как больше людей научить тому, что нужно быть хозяевами у себя не только в квартире, но и во дворе, и на улице, то есть вот воспитать эту культуру и протестного движения. Как нам стать испанцами? Испанцами или каталонцами? Вы знаете, опять же, пример Германии, уже упоминавшийся, членом гражданского общества считается человек любой национальности, который поддерживает инициативы на маленьком уровне конкретного немецкого города. Взносы на чистоту улиц, да, у них есть там специальный налог на улицы, да, участие в субботниках, все как бы... Люди, которые заинтересованы, я объясню, то есть люди, которые заинтересованы жить в своем доме долго, заинтересованы, чтобы их дети, внуки жили в этом доме, но здесь дом я употребляю как условное метафорическое понятие, это вот то пространство, с которым человек планирует связать собственное будущее. Это может быть страна, это может быть действительно дом, это может быть деревня, но то пространство, где человек хочет жить и он просто не может хотеть жить в грязном пространстве, человек по-другому устроен, и здесь вот чем стабильнее общество, чем выше доходы, чем больше веры в то, что вот на этом месте, там, в этом доме, в этой стране, у меня, у детей все будет хорошо, вот это основное, именно это формирует и гражданскую культуру, и протестную в том числе, потому что протесты, органическая часть, они не исключены, они есть даже в самых благополучных, удачных, успешных обществах. Спасибо. Все. Я благодарю вас, дорогие друзья, спасибо вам, спасибо за вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok